Доброе утро, СтопГейм! В эфире последний, на этой неделе, Инфакт! Пол вчерашнего дня фанаты Dead Space грустили о зарубленном EA сиквеле ремейка. И Electronic Arts такая, что? Кого? Кто? Мы? Не. Джефф Грабб всё врёт. Откуда взяла здесь инфа? Как считает репортер и инсайдер Джейсон Шрайер, речь шла не о ремейке, а о принципиально новой части серии, которая, да, была закрыта как проект ещё год назад. В это время авторы экспериментировали над каким-то теперь уже так же закрытым, неизвестным проектом, не связанным с серией, который носил то же кодовое имя, что и гипотетическая новая часть Dead Space. Так недопонимание и произошло. О самом ремейке никаких новостей нет вообще. Конкретная студия Motive, отвечавшая за первый ремейк, сейчас разделена на двое. Одно подразделение работает над игрой про Железного Человека Marvel, другая отправлена на помощь в создании новой части Battlefield. Вряд ли там есть секретная третья группа, занимающаяся ремейком Dead Space. И на замену одному инсайду другой. Дяденька с многоциферным никнеймом, ранее верно предсказавший множество ключевых особенностей последнего дополнения для Destiny 2, заявил, что Bungie уже вовсю занимается триквелом. По его словам, игра носит кодовое название Project Payback. Он утверждает, что название выбрано по схожему алгоритму, что и когда-то избрал для себя Overkill, автор Payday. Речь не о сюжетных ходах игры, а о желании разработчиков вновь завоевать утерянное доверие и любовь своих фанатов. Он утверждает, что это именно триквел, а не крупный апдейт для двойки, что над игрой трудится как минимум с выхода дополнения The Witch Queen, но с гораздо меньшим усердием, чем над второй частью и пока лишь анонсированный марафон. А одной из главных фишек третьей части он называет бесклассовую систему прокачки, в которой любой персонаж может вкачать в себе любую способность. Напоследок, инсайдер оговаривается, что любые рассматриваемые сейчас решения кампании не окончательные к анонсу или к релизу, всё, включая упомянутую бесклассовую систему, ещё может измениться. Состоится ли анонс вскоре после релиза дополнения The Final Shape 4 июля? Едва ли. По крайней мере, пока официальных заявлений о прекращении поддержки игры не было, а за финальной формой вполне может последовать какая-нибудь ещё новая. В это же время другой кооперативный лутер-шутер Remnant 2 готовится к скорому запуску уже второго сюжетного дополнения под названием The Forgotten Kingdom. Забытое королевство, но не то что в D&D. В игру добавят новый класс, колдун, это герои, способные использовать духов природы Яэши и обуздать для своей пользы таинственную силу джунглей. Арсенал оружия закономерно расширит, ну и новых сюжетов в сюжетном-то DLC с новыми боссами и персонажами, разумеется, в топку закинут. Релиз намечен на 23 апреля. Не выпуская без Пёржи. The Rogue Prince of Persia едва была анонсирована, но привилегированным господам из зарубежных игровых изданий уже дали потрогать проект. Пока лишь 45 минут, но и по ним кое-что об игре уже стало ясно для того, чтобы выпустить серию превью. Мы собрали и сами превью в их разнообразии и главные тезисы из них в специальной статье на сайте, ссылку приложу. Вот несколько из них. Действия игры будут происходить в отдельной, совершенно новой вселенной. При этом разработчики поддерживали тесную связь с создателями недавней Метроидвании по принцу и активно делились идеями друг с другом. Местный принц пользуется перемоткой времени всю свою жизнь и благодаря этому сумел хорошенько поднаторить и в боевых искусствах, и в акробатике. А вот в стратегическом предвидении пока еще нет. Использовать перемотку прямо во время боя разработчики игроку не разрешили. Говорят, сбивало ритм и только мешало боевке. Управление героем называют дюжа схожим с децеловским. Удары обычные, удары пинки отбрасывающие врагов, перекаты, прыжки, есть и расходуемые атаки дальнего боя. Что же до прокачки, будут и улучшения для обычных приемов, и сами новые приемчики тоже. Можно измазать стрелы в яде, замедлить врагов смолой, или же отправлять их в полет ударом огненной пятки. Плюс в игре будут специальные алтари, где можно принести какую-то жертву и взамен получить, например, более мощное оружие. Но и боссы, несмотря на более обширную аудиторию, чем фанаты Dead Cells, авторы не стали снижать сложность, и, как говорят журналисты, местные боссы могут дать прикурить даже заядлым фанатам жанра. Получится ли фанатам жанра и или принца принять этот распространившийся на всё тело розовый румянец на коже героя? Вот это вопросец. В последнее время немало вести о том, как то одна, то другая студия сокращает свой штат из-за финансовых убытков. Студия Ascendant, недавно выпустившая в целом провалившуюся Immortals of Avium, уже отмечалась в новостях волной увольнений. Один из бывших сотрудников компании сообщил, что студия отправила в бессрочный отпуск большинство своих работников, что-то около 30 человек. Типа такие спящие агенты, да? Да, только вот если ты попал под сокращение, тебе полагаются всякие выплаты и бонусы, помощь в нахождении новой работы. А вот отпускникам полагается лишь гипотетическое светлое будущее, без каких-либо выплат и работы. Сегодня. Может позже всё изменится. Есть ощущение, что сейчас мы слышим предсмертный хрип ещё одной компании, замокнувшейся слишком высоко. Косари. Первая пара косарей отлетает автору блога о злых персонажах в играх, Гамбол. Он задался очень правильным вопросом и в своём исследовании нашёл интересные доводы и аргументы о том, почему злые герои такие ненатуральные. Вторые косарики забирает месье Гвинтер за разбор истории появления серии игр, а фиолетово-власый дамочке Шанте копнул до самого основания. Молодцом. Чекайте лички, господа победители. Ну и держим руку на пульсе жизни блогов, спешите видеть, как некогда подняты на серьёзных щах вопрос сексуализации героинь. И затем справедливо иронично развитая тема сексуальных мужских героев доросла до не менее справедливых вопросов, почему сексуализированные роботы и персонажи-животные важны в играх. Косарей Роял Чис и Антону Паули недам, но за поддержание весёлого флешмоба респект. Насколько далеко вы готовы зайти, чтобы выжить? Это не вопрос тем, кто пишет у нас блоги, а общий вопрос для новой игровой антологии от создателей Американ Аркадий и Call of the Sea. Компания Out of the Blue анонсировала новую серию игр, открывает которую интерактивная книга о становлении Мстителя в маске The Vigilant Diaries. От служившего в Вьетнаме герой возвращается домой в США в 80-х, чтобы увидеть своими глазами, как его дом погряз в преступности, коррупции и социальном неравенстве. Он решает взять правосудие в свои руки. Геймплей поделён на двое. В первой основной части мы вычитываем дневник, где нам будут предложены всякие варианты развития основного сюжета. Во второй трёхмерной мы гуляем по уберущу нашего Мстителя. Здесь можно найти какие-то дополнительные сведения, которые критически важны для книжной части игры. При этом героя можно не просто кастомизировать внешне, но и избрать для него правила ведения дел, методы и красные линии, которые он ни за что не переступит. Как гласит описание, можно стать и благородным героем, но и безжалостным карателем. Цитата. «Если вы решите превратиться в злодея, никто вас не остановит». Дату выхода пока не называет, но игра должна выйти до конца 24-го на ПК и Nintendo Switch. Страничка уже есть, выглядит дюже интригующе и стильно. А стиль — это главное. Желаемое забрал. Внезапно, без каких-то предупреждений, хотя по сути-то оно и есть, в своих социальных сетях компания Warhorse скинула вот такую картинку. На картинке обещание анонсировать новую игру студии уже 18-го апреля. И некий рыцарского вида персонаж восседает на коне во тьме. Слухи о скором анонсе сиквела Kingdom Come ходят уже очень давно. В ближайший четверг в 9 вечера по МСК на официальных каналах студии YouTube и Twitch узнаем, что сеньор Вавра припас для своего нового проекта. Экранизация Fallout от Amazon вышла, все её только и облизывают, и впору задуматься, раз норм идёт, может и остальные игры надо, ну, того. С примерно таким вбросом IGN застигла в переписке Тодда Говарда, а он говорит, мол, он и Fallout экранизировать не хотел, а сейчас все спрашивают про Elder Scrolls. Цитата. Я продолжаю всем отказывать, что до Fallout'а там просто сошлись звёзды, у нас вышел высококачественный продукт, мы не работали через силу, всё происходило естественным путём. Это скорее было как, эй, да это же круто, а не, нам обязательно нужно сделать шоу. Конец цитаты. О том, какую роль сыграл в принятии этого решения Фил Спенсер, мы спекулировать не будем, но если коротко, то мемчик ласковой морали идеально иллюстрирует текущее настроение мистера Говарда касательно экранизации других франшиз Bethesda. Внимание! В ноябре 2024-го ожидается злостное нападение луковых ниндзя. Ожидается оно вместе с релизом долгожданного второго сезона сериализации League of Legends Arkane. Актриса, сыгравшая Джинкс, говорит, что во время записи нескольких реплик для финала сезона, она сама не смогла сдержать слёз и расплакалась прямо в студии. И учитывая какую-то душераздирающую концовку, говорит, что другие люди тоже заплачут и будут чувствовать себя плохо. Последнее — это прям цитата. И я вот даже теперь не знаю. А мне оно надо плохо себя чувствовать. Хотя любопытно, конечно. Впрочем, оставлю эту рефлексию себе на ноябре. Там аномалия для RimWorld вышла. Так что всем спасибо за внимание, заходите на СтопГеймеру, подписывайтесь, лайки, всё, пока. Субтитры сделал DimaTorzok